Здоровья, амиго. Погнали посмотрим видосичек. Я уверен, за сегодня вы уже не один раз зевнули и делаете это каждый день. Но вы вообще думали, для чего нужна зевота? Американские ученые утверждают, что зевота это не только симптом скуки и сонливости, а еще и процесс по регулированию температуры мозга. По мнению профессора психологии Эндрю Гэллопа, человеческий мозг напоминает компьютер. Перегреваясь, он вызывает зевок, который обеспечивает приток крови и холодного воздуха. И результатом этого становится улучшение функционирования мозга. Причем это напрямую связано с сонливостью. Мозг устал, перегрелся, ему нужно отдохнуть. Вы зеваете и понижаете температуру. Логично, не правда ли? На самом деле, если бы наш мозг был компьютером, то скорее всего это был бы очень мощный компьютер и тянул бы все игры. А если наша жизнь, это и есть компьютерная игра? Хороший пример. Гэллоп провел эксперимент и обнаружил, что в нормальных условиях примерно 48% людей чувствуют позывы к зевкам. Но когда участникам эксперимента положили на лоб холодный компресс, это количество уменьшилось до 9%. А приходилось ли вам когда-нибудь зевать, потому что рядом зевнул кто-нибудь другой? Да у каждого 100% были такие ситуации. Этот феномен известен как заразный зевок. И несмотря на то, что ученые до сих пор не выяснили его происхождение, существует несколько гипотез, которые пытаются его объяснить. Среди наиболее вероятных причин существуют две физиологические и одна психологическая. Первая физиологическая гипотеза говорит о том, что заразительный зевок – это установленный образец действия. Он работает одновременно как рефлекс и эффект домино. Чужой зевок заставляет делать то же самое другого человека, который стал случайным свидетелем этого действия. Другая физиологическая причина известна как эффект хмелеона. Он основывается на неумышленной имитации чужого поведения. Люди склонны заимствовать друг у друга жесты, позы и даже слова. Вы когда-нибудь замечали, что ваши друзья используют какие-то ваши коронные фишки? Но не нужно их за это упрекать. Возможно, они даже неосознанно это делают. Скорее всего, подобное происходит из-за специального набора зеркальных нейронов, которые копируют чужие действия и крайне важны для обучения и самосознания. Помогают адаптироваться. МРТ показало, что когда мы видим или слышим чужие действия… А ведь и вправду есть такое. Есть такое. Даже среди своего окружения я замечал какие-нибудь фразочки, либо поведение. И для меня это было, как знаете, такое… Странно. Зачем человек… Чего вдруг человек начал делать те или иные действия, которые делал когда-либо я? Это так странно. И как-то странно и непривычно. А почему? Чужой зевок, то наши зеркальные нейроны активизируются. К слову, зеркальные нейроны – это особые клетки головного мозга, которые были обнаружены итальянским нейрофизиологом Джакомо Рицалати в 1990 году у обезьян, а позже обнаружены и у человека. Они работают не только во время выполнения какого-то действия, но и когда мы видим, думаем или делаем то же самое, что и наше окружение. Иными словами, они позволяют примерить на себя поведение другого человека и таким образом понять его. Психологическая причина также основывается на зеркальных нейронах и называется зевок эмпатии. Эмпатия – это способность понимать и разделять чужие эмоции. Она очень важна для людей. Недавно неврологи выяснили, что зеркальные нейроны позволяют нам испытывать эмпатию на более глубоком уровне. Было проведено исследование, с помощью которого ученые пытались выяснить, будут ли собаки зеркально реагировать на звук человеческого зевка. Выяснилось, что собаки чаще реагируют на знакомые зевки своих хозяев. Последующие исследования с людьми... Я помню, в школе так издевался. Такой... Я видел, как другие зевали, и это было забавно. И также подтвердили, что зеркальные зевки чаще распространяются среди друзей. Попробуйте зевнуть рядом со своим другом. Скорее всего, он тоже зевнет. И это забавно. Да, кстати, обычно, когда вы зеваете на людях, вы закрываете рот рукой. Потому что это этикет. Неприлично свою пасть всем показывать. Вообще ничего не знаю. Вообще... Когда мне сказали, почему ты не прикрываешься, я такой... А что, надо было, что ли? А надо было, что ли, разве? Я такой... Ааа, ну ладно. Смотрите, какие у меня пломбы. Но есть и другая версия, откуда вообще пошла эта мода закрывать рот рукой при зевании. Доктор Оливер Волусинский выяснил, что в Древней Индии считалось, что когда ты зеваешь, то злой дух может проникнуть к тебе через рот. И даже это не самое плохое. Твоя душа может выйти наружу. Именно поэтому... Так... Даже если злой дух полетит тебе в рот, ладошкой ты не сможешь прикрыться, он пройдет сквозь твою руку. Нет? Да если надо злому духу, зачем через рот? Он может через жопу? То есть если я пержу, надо прикрываться, то... Нет, простите меня, просто странный вопрос. Я все понимаю. Но как бы... Да, а можно же так же через ухо или через нос? Поэтому они закрывали рот рукой. Я надеюсь, злые духи не знали про другие дырки в человеческом теле. Да-да, да-да-да. А еще, я когда от души зевну, у меня слезы польются. Ставь лайк, если у тебя то же самое. На самом деле, не все люди могут похвастаться такой суперспособностью. Да ну, блин. Знаешь, какая суперспособность? Зеваю, и еще и чихнуть умудряюсь. Один раз я себе чуть язык не прикусил. Такой зеваю. Такой зеваю, зеваю. Такой, ах ты ж, бля. Все зависит от слабости слезных желез. Во время зевка мышцы лица давят на эти самые железы, вызывая выброс слезок. Так хорошо зевнул, что аж заплакал. Могу поспорить, что к этому моменту вы уже зевнули разок-другой. Не потому, что это скучно. Просто я говорил о зевках и показывал вам, как люди зевают. Так что, наверное, это повлияло. Это же не скучно. Ладно, может быть, немного скучно. Ссылки в описании. По спице подписывайтесь на канал. Да, да. Сейчас по-любому кто-то зевнул уже несколько раз. Нормально, нормально. Заразительное зевание. Просто повторение поведения. Нет, ну... Не поспоришь. Не поспоришь. Для меня всегда иногда была загадка. Какого черта? Я зеваю, другой зевает, человек зевает. Ну, я, конечно, не всегда поддавался такому приколу. Типа, кто-то зевает, и я зеваю. Ну, часто замечал, когда я зеваю, другой кто-то зевает. Особенно из близкого окружения. А вот реально, те, кто вот прям близко ко мне расположены, либо с кем я очень хорошо, тесно общаюсь, и они тоже начинают зевать. Я такой, что за прикол? Это подозрительно и странно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто зеванул, и... Пишите в комментарии. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok